Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Фаренгейт. Ну что, ребят, я еще не видела, как вам зашла первая серия, не зашла, поэтому я продолжаю продолжать, продолжать и продолжать. Вот так я бы вам сказала. Так, ну что, ребят, я учусь ходить, я учусь тут разговаривать со всякими людьми и быстренько искать убийцу, которого зовут Лукас. Но это не он убил, это убил сектант, но кого это волнует? Привет! Пока не родила, нет кого. Неплохо, Тайлер уже здесь? Насколько я знаю, нет. Ну что, готов уйти на пенсию? Работаю над этим. Ха-ха. 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 Чего вы его на пенсию отправляете? Так, что у нас здесь? Какие-то лавочки. Вот если бы я могла бы оборачиваться по нормам... Да, Вера, все еще нет. Э-э-э! Какой нафиг стресс? Ты что? Ты что, женщина? Почему ты в стресс ушла? Я не понимаю тебя. Почему она ушла в стресс, ребят? Это что такое-то? Это почему она уходит в стресс? Такая доска. В смысле? Ну нет, и нет твоего напарника. Чего ты в стресс-то ушла? Ты же не это... Тебя же, ну, не убивают, ничего там. Ну нет его и нет. Ну и что? Ну опаздывай, чувак, на работу. Может быть, у него там яичница сгорела. Так, ты не будешь говорить ни с кем? Все, не будет. Так, все, ну ладно, прохожу на работу. Если что, у меня есть нож и прочее... Непотребство. Но мне ничего не сделают, потому что я тут... Главная чикса на районе, поэтому... Все. Так, я буду тут все обходить, ребят, потому что, мало ли, помните, мы какие-то карточки нашли бонусные. Я не знаю, для чего они нужны, но я надеюсь, вы мне напишите, зачем они нафиг мне нужны. Опа-опа-опа-опа. Я же... Вот поэтому я решила ходить тут кругами. Чего значит эти бонусы, ребят? Я, конечно, все не соберу, вы сами знаете, но я постараюсь. Но я постараюсь, я постараюсь. Слушайте, он бедный мужик, у него даже стула нет. Вот как ему вот взять и посидеть? Это же, посидеть и весь день на ногах стоять. Это бедный мужик, серьезно. Но я все-таки надеюсь, что он сидит. Что это? Понятно, понятно, мы нашли дверь в подвал. Так, ну что, ребята, продолжаю продолжать. Так, на лестницу теперь, да? Ну, куда же еще-то? Так. Ну, нехило так у вас тут управление, конечно, настроили. Нормально, так ничего страшного. Причем тут страшно, а не страшно? Так, а тут что такое? Можно было в ту сторону пойти и в эту? Ну-ка. А может, две двери, как бы, они просто идут вот так, лестница, и ты можешь и так, и так зайти? И зачем мне так камеру показывают? А, это типа там мой кабинет. А, Карла и Тайлер. Карла и Тайлер. Как Лелик и Болик. Вупсень и пупсень, да? Ух ты, там мои коллеги, что ли? Что это? Давайте до всех домогаться. Никого нет. Чего никто не работает-то? Я не понимаю, это у нас что, шарашкина контора или полицейский участок? Тайлера нет. Привет, Карла. Чего ты ноги на стол закинул? Совсем что ли? Он должен не сто зеленых. Я их уже полгода жду. У тебя-то что, стресс? Ничем не могу помочь, Джеффри. Это у Тайлера должен быть стресс. Он меня сторонится, как чумы. И он же только тебя одну слушает. До скорого, Джеффри. Пошел в жопу, Джеффри. Ты еще из-за него стрессанула. Какая разница, Карла? Ну, что он тебе сказал-то? Эй, Карла. Эй, Гарит. Эй, Гарит. Эй, Гарит. Что? Я получил результаты тестов. О-о-о-о, хорошо. Отлично. Как Тайлер приедет, мы к тебе подойдем. Хорошо. Все утро я буду на месте. Хорошо, спасибо. Хороший ты работник. Так, открой. Ой. Открой, откуда ты? Открой. Открой. Так, это мой кабинет, да? Да. Так, снимаем куртяжечку. И чувствуем себя как дома. Так, на факс что-нибудь пришло. Баскетбольное кольцо. Это, наверное, Тайлера. Так, что? Подойдем к доске? Ничего не хочешь мне сказать? Так, пивани из кулера. Может быть, у тебя там кулер с валерьянкой. И у тебя настроение поднимется. А может быть, и с коньячком. Кто же тебя знает, Карла? О, настроение поднимается. Смотрите, а то совсем какая-то баба. Как будто она убила кого-то. Карла, может быть, ты, скорее всего, одинокая женщина. Вся в работе. Замути с Лукасом. Серьезно, я тебе говорю. Замути с Лукасом. Будет такая пара детектив и убийца. Но думать помогает. А потом его посадят в тюрьму. И ты будешь, это, ждуня, ждуля. Или как там ее... Ну, помните, такие есть бабы, которые встречаются с зэками. Их ждут, посылки там им отправляют. А потом он выходит и... И, короче, бывают плохие концы. Ну, короче, женщины делают все возможное и невозможное, чтобы не встречаться с нормальными воспитанными парнями. Что-то у меня не получается. Давай еще раз. Ладно, ладно, фиг с ним. Я вообще не знаю, как играть с этой штукой. Отложи ее нафиг. Пофигу. Не, это не мое, блин. Я не понимаю, как тут взаимодействовать мышкой. У тебя хоть... У тебя хоть что-то хорошее настроение поднялось, нет? Просто я не понимаю, как с ней играть. Так. Опа. А, мы как раз таки назвали ему. Я вот, кстати, вот с этой штукой не смогла вообще поиграть. О, я проспал работу. Автобус не пришел. Да ладно. Уже иду. Уже иду. Шевелю булками. Шевелю своими булочками. Поджаренными булочками. Так, ну что? Я хотела посидеть, посмотреть, что у меня тут. Так. Свет, пожалуй. Так. Ящик стола. Почему нет? Так, а мы уже можем переключиться на Таллера. Опа. Бонус еще один, смотрите, ребят. Одни бонусы сегодня собираю. Так, ну ладно. Дальше что? Компьютер. Может, что-то в компьютере интересного. Какие-нибудь новости. Так. Волюм. Че это такое? Не знаю. Так, подожди. Даль, стоп. О, привет. Кто это? От Томми. Привет. Привет, Карла. Извини, что я долго не появлялся. Я был очень занят на работе. Я зайду к тебе как только смогу. Чтобы рассказать о моих последних приключениях. Целую Томми. Пошел в жопу Томми. Вот где вот там шлялся, там и оставайся. Все это случалось раньше. Кирстен. И что же это должно значить? Да еб твою, че у тебя все падает-то? Я не понимаю. Че у нее все падает? Че он за депрессивная сучка? Муниципальные выборы в Нью-Йорке. Донателло обеспокоен ростом преступности. Рост преступности серьезно скажется на шансах мэра Марка Донателло выиграть ближайшие выборы. На пост градоначальника. За последние два года количество преступлений увеличилось на 15%. Самый высокий показатель за последние 30 лет. На вчерашней пресс-конференции Донателло указал на то, что подобный рост имеет место во всех крупных городах страны. И что причиной этого является все увеличивающееся социальное неравенство. Как бы то ни было, мэр пообещал, что результаты его политики станут заметны еще до окончания предвыборной кампании. То есть ближайшие три месяца. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так скажем. Большие снега. Холодный фронт, движущийся из Канады, станет причиной дальнейшего падения температуры. По всей стране в течение следующих 48 часов на востоке и в центре страны ожидаются сильнейшие снегопады. На восточном побережье выпадет до 8 дюймов снега. Холодный фронт будет двигаться к центру и западу, где ожидается сильнейший ветер и град. Ночью могут быть заморозки. Просим всех водителей быть чрезвычайно осторожными. Пакистан. Пакистан. Так. Вот смотрите, а тут лучше написано. Пакистан, срок ультиматума стекает сегодня. Это мы читали, но еще раз прочитаю. Срок ультиматума предъявлен новому правительству Пакистан истекает сегодня в 17.00. Вчера в Исламбаде новый президент выступил перед 2000-й толпой и сообщил, что не намерен сдаваться. Он снова обвинил американское правительство в том, что он пытается захватить контроль. Над недавно обнаруженным в северной части страны залежами нефти. Джон Аккерман, президент США, подчеркнул важность установления в Пакистане демократического режима и в интересах безопасности Америки. Американские войска расквартированы на границе, а пять авианосцев уже несколько недель стоят неподалеку от побережья Пакистана. Он провозгласил, что намерен сделать все возможное, чтобы ядерное оружие не попало в руки фундаменталистов. Вот тут, кстати, лучше все это сделано. Так, нет записей. Ладно. Так. Вставай. Можно было свет, кстати, выключить. Так, ну все. Наверное, все. За нее мы все сделали. Скорее всего... Че? Подожди. Че-че-че? Че-че? Альер бесится, когда трогают его вещи. Ну не трогай тогда. Ну не трогай тогда. Что я тебе могу сказать? Не трогай. Так. Так-так-так. Сюда-сюда-сюда. Все, переключаемся на Таллера тогда. Квартира Таллера. Ага. Проспал. Встаем. А его девушка любит шоколадки. Ну полежи еще. Мне на работу. Кто будет деньги зарабатывать, сучка? Простите, но мне правда пора. Я сварю кофе. Хорошо. Я жрать хочу нормально. Свари мне нормальный завтрак. Кофе она сварит. Ребят, что за женщина, которая не может накормить мужчину? Что значит, я сварю кофе? В смысле, какой нахрен кофе? Да я здоровенный мужик. Фигурка Сокса. Одного из персонажей моей любимой видеоигры. Тебя это радует? Мне нравится смотреть на нее, когда она спит. И, наверное, нравится смотреть на нее без одежды, без трусов. Она волнует меня так же, как тогда, когда я увидел ее в первый раз. Это что такое? Ты же вроде торопился. Детка, для тебя у меня всегда есть пара минут. Что вы будете делать? Слова пара минут? Опа-па-па-пулечки! Опа! Он ее сейчас это... Карл сейчас ему... Карл сейчас ему вставит. Ну-ка, блин! Ты где, сука? Да, Карла, уже еду. Да, знаю. Нет, у меня была одна проблемка. Так что... Ладно, ладно, я мигом. Проблемка теперь удовлетворена, блин. Блин, пацаны, так нельзя делать. Если опаздываете на работу, так опаздывайте. Не опаздывайте, короче. Так, блин, быстро собираемся, быстро собираемся, блин. Ну ладно, на этот раз мне и в самом деле пора. Ну ты-то сготовишь меня теперь жрать? Я все-таки тебя там это... Чпок-чпок сделал. Я все-таки потратил силы. Это белок из моего организма. Да и куда ты ложишься обратно? Нет! Вставай, блин! Вставай! Кровать, я знаю, тебя манит. Но не надо, но не надо, но не надо. Да быстрее вставай, сука, шевели булками своими батонами. Спелыми жареными батончиками. Так, почесал жопу, все нормально. Надо, короче, в ванну. Где у тебя ванна? Где у меня ванна? Мы, короче, у меня живем, что ли? А мы не муж и жирна, мы сожители? О, как плохо. Так, я красавчик. Так, что дальше? Принять душ, естественно. Ля-ля-ля. Только не присоединяйся к нему в душе, пожалуйста. Он вообще работу тогда потеряет. Серьезно, только не присоединяйся к нему в душе. Я тебя прошу. Вот серьезно, баба, не надо. Я знаю, что он, наверное... О, там что-то какая-то карточка. Смотрите опять. Он, наверное, может и третий раз тебя вот чпок-чпок сделать. Тем более с такой фигурой. Ну, блин, ну не надо. Пожалуйста, я вас прошу. Ой, не вертись на стуле, Тамара, блин. Вертишься и все, ты в кадр не попадешь. Пацаны будут видеть твои эмоции. Бонус. Та-рам-пам-пам. 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 Так, все, теперь надо надеться. Надеться, так, ты не хочешь трусы свои подобрать и одеть их опять? Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. За окном уже светло. Наверное, я немного проспал. Ну как немного? Ты еще своей бабой покувыркался, блин. Че тут? Во все зеркала посмотримся. Короче, самолюбование. Уровень самолюбования, к которому я стремлюсь. Так, ну-ка, что тут у нас в шкафу нарядить? Так. Одевай футболочку. Так, ты что приуныла? Я тебе это... В твоей пещере впустил своего угоря. Любви. Что ты приуныла опять? Сейчас мне кажется, вот баба села, знаете, в такую позу. Это не к добру. Скорее всего, сейчас будет какой-нибудь... Что это было там? Так, я... Чернота какая-то. А, я вкле... Ой. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. О. Там что-то еще было какое-то взаимодействие, нет? А, это шкаф сраный. Да, короче, почему не почилить, ребят? Нас на работе ждут, короче, все, нас уволят. Сейчас он подумает о смысле жизни посидит на каждой табуретке. Кстати, прикольная лампа, я бы все хотела, там как раз на столе стоит. Так, все, баба сейчас вынесет мне мозг. Я знаю, что это за поза. Это ты меня не любишь, ты меня там не целуешь, там, я не знаю, там, к сердцу не прижимаешь. Нет, я музыку включать не буду. Или ладно. Так, хорошо, 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 теперь выключи ее нафиг, выключи. Выключи, все, 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 спасибо, не надо мне палево. Все ради того, чтобы поднять себе настроение. Так. Везде посидим, подумаем о смысле жизни, конечно, нас же это... Мы же не торопимся на работу. Включи телек, почему нет? Да, по-моему, давно пора купить новый. Сейчас она скажет, ты что не торопишься на работу? А, у него не работает телек. Ну, значит, Тайлер, ты не коррумпирован. Ты честный? Полицейский, это здорово, это ты молодец, это ты красавчик. Сам опять не в духе. И я знаю, что ее глотит. Сейчас она будет нам ипать мозги, ипать мозги. Перед работой, бабы это любят. Но перед этим я хочу, наверное, выпить пиво и... Ладно, пива нет. Ну все, тогда на трезвую голову мне будут выносить мозги. Эх, ну шо? Готовимся? Сэм, иди в постель. Так ты можешь простудиться. Я не замерзла. Да, конечно, все началось. О, Сэм, прошу, не начинай. Я сегодня умирать не собираюсь. Я устала жить в страхе. Ну, у меня работа такая, что делать-то? Может что-то случиться? Ну, работа. Я тебя понимаю, Сэм. Вот. В мире много насилия. Но если все будут сидеть сложа руки, то все вообще полетит к чертям. Когда-нибудь мы с тобой заведем детей. И я хотел бы, чтобы они жили в мире, который был бы хоть чуточку лучше. Ого, да-да-да-да-да. Надо бы еще что-то... Ну, почему именно ты должна рисковать своей жизнью, Тайлер? Ну, а кто еще-то? Почему бы нам просто не уехать во Флориду? К моей семье и жить, как живут нормальные люди? Почему каждый день я должна думать о том, что ты можешь погибнуть? Ну, не нагнетай. Я еще не готов к нормальной жизни. Сейчас мое место здесь. Постарайся принять меня таким, какой я есть. Да, ты же начала со мной встречаться. Вот, не надо потом говорить. Ты сама начала встречаться с копом. Вот. Я вот этого не понимаю, ребят. Если вот она встречалась, понимала, что я копа. Сейчас типа, ой, бросай все это. Типа, не надо. Так, что теперь-то? Так, что, мы тебя с ней еще могу поговорить, нет? Я могу тебе что-то еще сказать? Женщина. Так, подожди, дай-ка я развернусь по-нормальному. Это уже выход из квартиры, да, походу? Так, а это куда? Это надеть куртку. Давай. Без куртки мы не пойдем, мы замерзнем. Ну, что ты на меня смотришь? Как олененок Бэмби. Уже поцеловать надо, ребят, я не знаю. Что делать, когда женщина хочет вам вынести мозг? Я хз. Да, все, чмокнем ее, засосем сейчас. Только не надо ее сейчас на барной стойке иметь, пожалуйста. У нас времени нет. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Ответь ей, что ты ее любишь. Она тебе мозги вынесет. Сейчас напишет тебе на e-mail, сука. Я с тобой расстаюсь, если ты не ответил. Мне люблю. Всего лишь три раза сказал за день, а не пять. Поэтому, ребят, женщины опасны. Так, подождите, нас какой-то там хер ищет. Надо его как-то обойти. А у тебя что за дела, чувак? Никаких дел? Ну ладно, хер с тобой. Если что, из полиции, я могу помочь. Да, еб твою, я через арку не могу пройти. Так, давайте, наверное, вот с этого входа зайдем. Посмотрим, какая разница-то. Так, это музыка палевная или нет? Что-то мне не нравится. Тайлер, короче, на чиле, на расслабоне, на позитиве. О, здравствуй, мужик. Блин, мне не нравится эта музыка, серьезно. Так, мои товарищи, мои друзья. А мы что-то полицейский участок не обыскивали. Может быть, тут что-то лежит. Какой-нибудь бонус, нет? Эй, здорово. Слушай, ты бонуса не видел? Такая карточка неприметная валяется тут везде в углах, может быть. Так, ну-ка. Во. Все, вот так пойду. Так, ну вроде никаких бонусов я не вижу. Блин, там... Ой, чертоган тут сидит, сука, сейчас меня запалит. Ну ладно. О, здрасте. Ну, в принципе, наверное... Дерьмо. Помнишь те сто баксов, которые я тебе одолжил полгода назад? Не помню, но... Я бы очень не против, если бы ты вернул мне их. Но вообще-то это плохо, одолживать деньги и не возвращать, пацаны. Это прям катастрофа. Нельзя такими быть. Джеффри, я тебе честно скажу. У меня нет денег. Я раздал их на благотворительность, чтобы мир стал чуточку лучше. Врет и не краснеет. Блин, дай отсрочку. Йоу. Йоу. Хо! Эм... Слово, пацана, во. Сумы не заплатить мне. Ух-ту-ту-ту-ту. Смотрите, а походу этот коррумпированный. Смотри, у него сколько золотых цацок. Ну, хрен его знает, ребят. Что-то много у него слишком золотых цацок для копа. И зачем мы эти золотые цацки вообще на работе, ребят? Я, конечно, все могу понять. Типа, дело вкуса и прочее. Но, блин. Уж очень много этих золотых цацок. Так, я ищу бонусы. Тин-ты-рин-тын-тын. Ну, вроде бы, ни хрена, моих бонусов нет. Так, разверись, пожалуйста. Да не-не-не, стой. Еще раз. Привет, Тайля. Спасибо, что со мной здороваетесь. Я не могу просто развернуться вперед. Да вперед разверись, пожалуйста. Так. Так, ну что, пацаны? Видите бонусы? Я тоже не вижу. О, кстати, а вот после вот этого режима, ну, от первого лица, лучше становится. Так, ну-ка, подожди, где моя дверь? Вот здесь вот. Я же запуталась. Во-первых, он там ноги на стол кладет. Он какой-то, знаете, невоспитанный чувак. Ну, конечно, не отдавать деньги это тоже плохо. Ну вот. Я пришел. О, она даже на него не орет. Пальто повешу и пойду с тобой. Ой-ой-ой. Так, ладно, что тут? Кулер? Может быть тут есть... Так, подожди, слишком близко к кулеру. Кулер так не поймет, что мы хотим его полапать. Кулер? Дай водички. Дай водички, воды. Короче, тут два крана у этой, у Карлы валерьянка, а у этого, блин, водка. Так, все, подняли все настроения. Так, может быть, к столу Карлы подойдешь, скажешь. Типа, Карла не любит, когда я шарюсь в ее вещах. Но я пошарюсь, мне плевать. Не хочешь? Смотрите, как он хороший, не шарится. Так, ладно. Это твое кольцо, чем-нибудь скажешь? Не хочет ничего говорить, смотрите. Я думала, он, не знаю, там, захочет мяч кто-то закинуть. А он не хочет. Почему? Так, в компе полазаю, конечно. Что тут какие-то новости? Так. Супер. Увеличитель пениса. Получите до пяти дюймов абсолютного удовольствия. Сто процентный результат. Зачем ждать? Посети. Конечно, что нужно мужику, блин, думают. Увеличить член, да? Так, что-то на иностранщине. Так. Пожизненное заключение для 2000 пиратов. Дело звукозаписывающих компаний против пиратов не подготовило нам никаких сюрпризов. Суд Лос-Анджелеса приговорил 200 пиратов к пожизненному заключению за нелегальное скачивание музыки в формате MP3. Суд снова указал, что эти пираты обычные преступники и не заслужат снисходительности. Звукозаписывающие компании остались довольны решением суда. Где-то в параллельной вселенной. В новые жертвы холода. Вчера в штате Мичиган выпало окончательно 16 дюймов снега. Снежные завалы перекрыли множество дорог, а часто аварии стали причиной 11 смертей. Этим утром в городах Нового Геймп Шира были найдены трупы двух замерзших туристов. Из-за начавшихся прошлой ночью в штате Огайон снежной бури более 200 грузовиков застряли на дороге. После небольшого улучшения в светлое время суток, в течение следующих и нескольких дней ситуация продолжает ухудшаться. Водителям рекомендуется до конца недели избегать продолжительных поездок. Ай-яй-яй-яй-яюшки, яй-яй-мир. Китай озабочен ситуацией в Пакистане. Китайский лидер Ли Хуан сообщил, что он чрезвычайно озабочен текущей ситуацией в Пакистане. Он добавил, что жители Пакистана избрали президента на демократичных выборах и ни одна иностранная держава не вправе подвергать их выбор сомнению. Он также отметил, что Китай отреагирует на вторжение Америки в любое соседствующее с Китаем государство. Официальные источники сообщили о мобилизации на китайско-пакистанской границе 500 тысяч китайских военных. Но США вечно куда-то лезут, вечно любят смуту наводить и в других странах, поэтому неудивительно. Китай молодцы. Так, ну что, пацаны? Ну вот кинь в баскетбольное кольцо что-нибудь, ребят. Ну зачем вешать в баскетбольное кольцо, если в него нельзя ничего кинуть? Ну обидно. Я бы хотела покидать мячик. Хотя тут и мячика нет. Ты серьезно не кинешь? Ребят, почему он не хочет кинуть? Может быть тут мячик где-то у него лежит? Во! Мячик! Все, он кинет, ребята! Да! Давай! Это снизу там копы сидят такие. Опа! И давай-давай, закрути! Кинь! Кинь в кольцо! Ну в колечко! Ладно. Ну давай, в колечко, пожалуйста. Ну давай-давай-давай-давай, у тебя же классно получится бы. Ладно, не хочет. Не сегодня, короче. Ладно. Ну было бы прикольно, если бы он в кольцо бы захотел кинуть. Не хочет. Ладно, пойдемте как раз-таки опрашивать этого чувака, который у нас сказал... Ну не опрашивать, точнее результаты этой экспертизы, которые пришли. Сейчас с ним поговорим вместе. Карл нас ждет, поэтому не будем заставлять даму ждать. Сразу же быстренько, летящей походкой, пойдем и узнаем у этого мужика все, что можно и нельзя. С чего ты хочешь начать? Что там с ножом? Да. Снял с него хорошие отпечатки. Они совпали с пальцами на вилке и стакане на столике подозреваемого. Понятно. Значит, убийца точно сидел за тем столиком. А по лезвию? Как раз хотел сказать. На нем точно есть кровь жертвы, но странность в том, что также там есть и кровь убийцы. Что насчет крови в кабинке? Ты не поверишь? Это кровь не жертвы, а самого убийцы. Как это он кровью в кабинке истекал? Понятия не имею. На книге, которая лежала под столиком, были отпечатки? Ну, естественно. Да. Они совпадают с теми, что были на вилке и стакане. Так что это точно его книга. На вид она довольно старая. Возможно, она нам как-нибудь поможет. Расскажи про кровь в кабинке убийцы. Как это ни странно, это не кровь же. Это кровь убийцы? Наверное, да. Он поранился? В смысле, наверное, да? Ты же эксперт. На чашке кофе ты что-нибудь нашел? Только отпечатки официантки. Это как? Это невозможно. Она была наполовину пустая. Кто-то же из нее пил. Это ворон. Звонков, которые были сделаны по телефону от забегаловки. Да никто не звонил. В течение четырех часов до убийства было сделано около дюжины звонков. Я вышлю тебе их на имя. Да это бесполезно. Я не звонил. Я не полюс. Ты обо всем этом думаешь? Я не знаю, как объяснить капли крови в кабинке. Жертва могла ранить убийцу в драке, но это все равно не объясняет, почему кровь в кабинке. Так а что, они дрались по всему туалету, что ли? Так типа... Вау-вау-вау-вау-вау. Хе-хе-хе. Недотеп в каждой профессии полно. Ну да, конечно, так себе порезать руки, ага. Ты что? Натянутое объяснение, Гаррит. Ты натянул сову на глобус, Гаррит. А ты находишь им объяснение. Спасибо за помощь, Гаррит. До встречи. Он так смотрит, типа, знаете, Тайлер так, типа, устала, типа, ооо, как мне надоело. Ты что нам делать? Снимать штаны и бегать. Как раз хотела сказать, на нем точно есть кровь жертвы, а также и кровь убийцы. Хорошо, до скорого. До скорого. О, сохранение было. Так. А че это он в священнике пошел? Но я ни в чем, ни в чем не виноват. Маркус. Я надеюсь, ты как брат меня не осудишь, но все-таки он священник, он должен сказать что-то такое, знаете, какие-нибудь слова. Кстати, он там стоит, но я побегаю пока, можно по парку пробежаться? Ой, текстура не дает мне бежать по парку. Нет, нету тут текстуры. Тихо. Прямо иди. Давайте сейчас побегаем по парку, там пробежимся, а потом к нему пойдем. Ха. Опа, бонус. О, двадцать, представляете, двадцаточку мне выбило. Так, ну-ка. Ну-ка. Все, я научилась, вполне себе я научилась вертеться персонажем, ребят. Я надеюсь, вас не сильно раздражают мои движения. Так. Здравствуйте, девушка. Молодцы, бегайте, спортом занимаетесь. А вот тут, кстати, опасная какая-то фигня. Тут что-то как-то сломано. Смотрите, забор. Это лед, да? Надеюсь, никто сюда не пойдет, потому что, ну, мало ли какой лед, он может сломаться, поэтому... И, кстати, почему коммунальщики не следят за этим, за этим забором-то? Он сломался. Я уйду, когда поговорю с Маркусом. А, ну все, пойдемте к Маркусу тогда, все, он, наверное, уже парк нас не пускает дальше. Вот серьезно, ребят, вот, смотрите, как и, это, безответственность коммунальщиков, или кто тут отвечает, эти службы городские. Сломан тут забор, там, видимо, какое-то озеро замерзло. Вот пойдет ребенок, вот, потому что взрослый-то не пойдет, ну, если он, конечно, не пьян. И может утонуть, ребят, но это вообще, кому написать? Кому написать на e-mail, что тут такое беспредельщина происходит, ребят? Ну, это же, ну, полный конец, ну, как так можно? Кстати, еще бывшая нам это, это, писала, блин, не хочу с бывшей встречаться, знаешь, какая нужна? Рад тебя видеть, я скучал, давно не виделись. Два года. Ну, рассказывай, Лукас. Ну, короче, я убил человека, забегал в килл человека. Это случилось прошлой ночью в закусочной. Я как будто был одержим, как будто был в трансе. Брать, что делать, отпусти грешок. Я видел, что делаю, но был не в силах этому помешать. О, боже, поверить не могу, Лукас. Скажи, что это шутка. Ты не способен... Это шутка, смейся. А, 1 апреля, брат. Это убийство. Как оно произошло? А, я от лица брата спрашиваю. Ну, вчера вечером после работы я зашел в небольшую закусочную перекусить. По-моему, я читал за столиком книгу. А потом все тонет во мраке. Я ничего не помню до того момента, когда обнаружил себя в туалете с ножом в руке. Это кошмар. И еще вот. Ты порезал запястье. Перед тем, как его убить, я вырезал на себе ножом эти символы. Понятия не имею, что не значит. Что мы узнаем? Может быть, ты экзорцист, священник? Ты пил? Может, ты принимал? Ой, блин, я не то. Ты знаешь, что я этого не делал. Я хотела другое. Ты говоришь, что как будто был в трансе. Вот, это правильно. Что ты имеешь в виду? Магия? Колдовство или что-то в этом роде? Сатанисты. Маркус, я не могу этого объяснить. Я просто рассказываю тебе, как все было. Я уверен только в одном. На самом деле, убийство совершил не я. Я тебе верю. Когда я совершал этот ужасный поступок, я что-то видел. Точнее, кого-то. Блин, я вот наркотики. Вот я дура такое выбрала ужасно. Нет, это было нечто вроде видения. Вот все засрало. Я видел человека. Сотни зажженных свечей. А еще там была маленькая девочка. А, это девочка все-таки была. Ты видел девочку? Ей было одиноко. Плохо. Она просила меня ей помочь. Сейчас брат нас даст дурку. Что со мной творится, Маркус? Что мне теперь делать? Маркус, ты знаешь меня лучше всех. Помоги мне. Слушай, у нас. Я... Я... Совсем сбит с толку. Это такая странная история. Давай болезнь, типа. Возможно, тебе нужна... Ну, типа да, что с ума сошел. Часто бывает, что одержимость является следствием расстройства психики. Маркус, у меня нет проблем с психикой. Я не сумасшедшим. Ну, это лучше, чем полицию предлагать. Лукас, я священник. То, что ты отнял жизнь у человека, для меня очень серьезно. Маркус, я же сказал, что это не я. Столько лет прошло, но ничего не изменилось. Ты все еще меня не слушаешь. Лукас, не проси меня делать выбор между моей верой и родным братом. Маркус, я не убийца. Да. Ты единственный, кому я могу доверять. Я просто прошу, чтобы ты мне поверил. Хорошо. Я сделаю для тебя все, что в моих силах. До тех пор, пока это не противоречит моей вере. Слушай, мне нужно кое-что разузнать. Лукас красивый, кстати, ребят. Мне нравится. Держи. Тебе это нужнее, чем... О, спасибо большое, как раз. Ты же знаешь, что я во все это не верю. В смысле, блин, не веришь? Тут такая чертовщина творится. Бери, блин. О, жизнь за одну дали. Спасибо. Это типа, если он суицидится, он типа выживет. Типа не суицидится до конца, да? Ну все, ребят, разговор с братом, я думаю, в принципе, нормально подержала. Кроме наркоты. Не надо было наркоту убирать, ребят. Но я не наркоту хотела. Опять-то чертова ворона, ребят. Опять все мне говно какое-то срет. Что это? Что? Опять какое-то... Во, ребенок, ребят, я же говорила, что сраные коммунальщики не за... Черт возьми. Я чувствовала. У меня тоже дар предвидение, походу. Нужно его остановить. Останови быстрее. Вон из забегаловки. Да насрать. Беги. Я ничего не сделаю, мальчик погибнет. А если я помогу, ему меня узнает коп. Что же мне делать? Надо по совести поступать, блин. Понимаешь ты или нет? По совести быстрее. По совести, естественно, блин. Как еще иначе? Ну, узнает и узнает. Будем сидеть тогда, блин. Лучше уж, чем с камнем на душе сидеть. Когда, блин... Что ты мог помочь ребенку и не помог. Да не только ребенку, там с человеку. Вот он. Он потерял сознание. Бери. Бери, бери, бери. Быстрее. Быстрее. Нужно плыть наверх, пока я не задохнулся. Давай, 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 быстрее. Фу, блин, пацаны. Я сейчас думала, сломаю клавиатуру. Так. Вылезай давай. Что ты? Еще одна надо? Давай. Без меня вообще ничего не может. Скотина такая. Фу. Что еще надо делать? Искусное дыхание. Да. Искусное дыхание. Надо сделать искусное дыхание. Искусное дыхание. Срочно. Срочно. Срочно искусное дыхание надо делать. Или подожди. Так. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Раз, два, три. А что я-то считаю, мне же пишут. Раз, два, три. Все, ребята, я спасла ребенка. О, боже. Ну, как раз отняла одну жизнь и другую спасла. Правильно все. Блин, ребят, у меня аж руки затряслись. Это тот же коп же. Да, да, да. Точно бы погиб. Коп меня узнал. Мы оба это поняли. Трудно сказать, почему он не остался. Ой, малыш, как хорошо, что ты жив. Может, он решил, что мы в расчете. Я взял одну жизнь и одну спас. Я как раз таки то же самое сказала, ребят. Я точно вот это вот что-то вот это вот. Полиция все еще искала меня по обвинению в убийстве. Но когда я уходил из парка, то знал, что снова могу не стыда смотреть в зеркало. Правильно, правильно. Хоть так, ребят. Конечно, это нельзя объяснить то, что вот мы вот убили человека. Это, но, я не знаю, Карла, давай Талли. Но все равно, ребята, это хотя бы лучше, что мы можем сделать. Ну, хотя бы вот мы не просто так жизнь живем. Мы спасли ребенка. Здравствуйте, миссис Моррисон. Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста. Кстати, знаете, что забавно? Она же ушла без куртки, а сейчас куртка на ней появилась. Почему в первой конце не прорисовали ей куртку и перчатки? Помните, она же без нее ушла? Я просто забыла сказать. В этом нам поможет компьютерная программа. Вот, увидите, это совсем просто. Похоже на видеоигру. Вы когда-нибудь играли в видеоигры, миссис Моррисон? Конечно, она прям играет. Неважно, вы справитесь. Главное, чтобы вы постарались и в точности вспомнили, как все произошло. В программе есть подбор нескольких лицевых признаков. Вы перебираете их, пока фоторобот не станет похож на того, как вы видите. А может быть, нам специально какое-то говно наделать, чтобы было не похоже? Думаю, я справлюсь. Окей, поехали. Так. Или похоже надо составлять? Подождите, сначала давайте уберем волосы. С волос начнем. Вот, это подходит. Ха-а-а! Ла Франсуа! Так, у него нету... Он бритый. Мне нравятся бритые мужчины. Так, дальше что? Эм... Так, подожди. Вот так, наверное. Эм... Я в Симсах тоже персонажа не любила создавать. Мне больше нравилось... Ужас. Дома... Интерьер в домах делать. Даже дома я не очень строила. Давай так. Форма лица, мне кажется, у него не скул, у него более круглое лицо. Вот так, наверное, да. Губы. Можно губы еще поменять? У него они более... Нет! Мне кажется, более поджатые. Нет, вот такие вот. Ну, нос. Но это точно не то. Это тоже не то. Это тоже не то. Вот это больше на то похоже. Так. Нет, 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 нет. Вот это, наверное. Вы этого человека видели? Похож. Я считаю похож. Да. Ну, именно таким я его запомнила. Да, в смысле, немного похож? Я старалась. Мы разошлем этот фоторобот во все аэропорты. Ну, короче, меня зато не найдут. Лол. Если этот парень все еще в Нью-Йорке, мы его найдем. Я старалась, между прочим. Почему бы вам не купить себе игровую приставку? Я старалась. Так что не надо мне тут. Давай за Карлу. Все-таки по очереди будем ходить. То Карла, то это. Я старалась. Не надо мне тут говорить ничего. Я старалась. О, это же наш писающий, не писающий мужик. Кстати, ребята, покороче серию уже буду снимать. Это что-то очень много. Первая серия вообще 59 минут вышла. Почти, по-моему. Или там 57, я не помню. Я заигралась. Фух. Так, ну шо? Будем делать вскрытие? Сейчас у него будет стресс минус 200. Итак, начинаем. Если хотите, вы можете подождать снаружи. Патологоанатомы такие спокойные люди. Знаете, как будто они в своем мире живут. Но ты уходишь, пацаны, в депрессию. Как хотите. Как хотите, так и воротите. Фу. На теле нет видимых опухолей. Что, приготовьтесь? В смысле, приготовьтесь? На правой руке сломано два ногтя. Отлично. В смысле неудача? Обширная опухоль в затылочной части черепа. Пролом затылочной кости. Так, ну-ка, подожди-ка. Э-э. Я что-то не понимаю. Давайте подождите. Сейчас я попробую, короче. Почему? Я же правильно все нажимаю. Зрачки. Оба. О, это получилось. Почему у него расширены зрачки? Что он увидел перед смертью? Я поняла. Можно это переиграть? Подождите-ка, пацаны. Выход. Да. Ой. На теле нет видимых опухолей. На правой руке сломано два ногтя. Хорошо. Он не видел убийцу до самого последнего момента. Ну, конечно, он там писал, руки мыл. Противление. Ему не до этого было. Просто так. Обширная опухоль в затылочной части черепа. Пролом затылочной кости. О, отлично, ничего себе. Я же... Я же ошиблась. Я ошиблась. Сильно расширены зрачки. Оба. О! Почему у него расширены зрачки? Это мы, кстати, уже это видели. Он увидел перед смертью. Так, пацаны, идиот. И последний сейчас будет. Да? Или нет? Три наживы хранения между третьим и пятым ребрами в области сердца. Лезвие вошло глубоко. Вероятно, удары наносили спереди и слева направо. Ой! О, все равно отлично. Убийца был в шоке. Все. Один удар почти перерезала урт. Так, ага. Что дальше? Другие два левых правил коронарной артерии. Кое-как. У него не было ни единого шанса. Лезвие прошло между ребрами и перерезало артерии. Во как. А-а-а. Это могло быть случайностью? Мне кажется, нет. Дурость какая-то. Трудно сказать. Да глупость сморозила, извините. Магистральной артерии тремя случайными ударами ножа довольно мала. Да извини, дурость сморозила. А вы думаете, убийца обладал познаниями в анатомии? Возможно, но я сомневаюсь, что человек с познаниями в анатомии мог бы сделать нечто подобное. Почему? Нужно быть настоящим безумцем, чтобы обреть человека на такую долгую и мучительную смерть. А разве он не быстро истек это кровью? Я что-то не поняла, почему это долгая и мучительная смерть? В моей практике был только один подобный случай. По-моему, в девяностых. Всё было точно так же. Три удара в область сердца, каждый из которых перерезал артерию. Иначе этот уже случай был. Да, меня это поразило. Я всё думал, как такое возможно? Это был... Как же его звали? Карстен или Керстен? Что-то в этом роде. Кирстен? Да, точно, Кирстен. Вам известно об этом деле? Пока нет. Но я точно это выясню. Всё, пацаны, всё. Понятно теперь. О, Лукасу плохо. Может быть, в следующий раз начнём? Ну ладно, сейчас пройдёт его это Кацена или как это называется. Всё-таки был такой случай, видите? Значит, эти сектанты существовали и в девяностые. Меня лихорадило. Я весь дрожал. А мигрень снова сверлила мой мозг. В придачу ко всему этому меня постоянно тошнило. Похоже, моё тело с чем-то борется. Но я всё ещё не знаю, с чем именно. Ну, борется оно. Что я тебе могу сказать? Так, я вижу там уже карточку, который бонус. Ну, мы в следующей серии его соберём. Ну что, ребята. В общем, я переключила на лёгкий уровень сложности. И то мне было сложно всё это прощёлкать, ребят. Игренная реакция, видимо, совсем не моё. Но я не знаю, ребят. Напишите, как вы думаете. Если бы у меня был бы геймпад, мне было бы проще или нет? Или это всё-таки, не знаю, от тугодумности человека зависит, тугодуман он или не тугодуман. Напишите об этом. Просто интересно. Я геймпад, конечно, покупать не буду. Просто напишите, от этого или не от этого. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.